1958 год. Где-то в Атлантическом океане. Смотри, папа, это ты. Пойдем играть, папа. Еще ангелы, папа. Сюда. Пойдем с нами, детка. Получай, здоровяк. Чем они больше тех других? Проваливай, урод! Вот и все. Теперь он совершенно безопасен. Она не твоя дочь. Ты понимаешь. Ее зовут Элеонора. И она моя. А теперь на колени. Сними свой шлем. Отлично. Возьми пистолет. Приставь дула к виску. Стреляй. Байошок. Часть 2. Десять лет спустя. Прием. Прием. Ты меня слышишь? Сигнал очень слабый. Всем доброго времени суток. Кто это поет? Ну что ж, повторю тогда свое приветствие. Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию прохождение продолжения замечательного фантастического шутера от первого лица с элементами RPG. Байошок. Часть 2. Разработанной компанией 2K Marine. Игра вышла в феврале 2010 года. Сразу на трех устройствах. Для Windows. И для консоли Xbox 360. И PlayStation 3. Локализация на русский язык была породена компанией 1S. Локализация выполнена полностью. И даже сверх того. Не только переведены субтитры и речь аудиоречь то есть озвучка но еще и надписи на стенах вот когда мы так наводимся курсором. Это просто великолепно. Кстати прежде чем продолжить скажу еще одну фишку возможно об этом многие не знают. Первоначально было объявлено что игра будет носить название Bioshock 2 Sea of Dreams то есть море море мечтаний или море надежд. Но впоследствии заголовок Sea of Dreams был убран. Ну вот когда все условности мы произнесли давайте собственно играть в эту игру. Что произошло судя по первоначальному ролику? Эх хотел я посмотреть в воду но отражение своего как в ролике не увидел нельзя слишком многого требовать от игры которая 2010 года и так она выглядит ну уж очень хорошо особенно водичка конечно по сравнению с первым Bioshock графику видно очень хорошо подтянули так вот мы играем большим папочкой да да судя по первоначальному ролику и потому что мы видели в отражении окна и лужи мы большой папочка но большой папочка не из тех которые последней модели знаете с такими здоровыми шлемами и в такой полностью заклепанной металлической брони а судя по всему в какой-то одной из первых версий нам выстрела выстрелила вернее приказала нам выстрелить себе в висок некая дама очень надменная и властная и я даже не могу понять как мы выжили ну судя по всему мы очнулись в этой витокамере но мы же знаем что витокамера настроена на гену Эндрю Райана и его единственного потомка и отпрыска это Джека Райана за которого мы играли в первую часть Биошока кстати я буду комментировать с расчетом на то что вы смотрели или играли в первую Биошока и знаете о чем вообще идет речь и знаете всех персонажей первого Биошока и историю города Восторг если кто не знает ну простите поиграйте или посмотрите на ютубе на моем канале или на каком либо другом чтобы быть в курсе так вот да мы оживили судя по всему воскресли в этой витокамере но как так получилось совершенно непонятно неужели мы тоже являемся каким-то либо неизвестным оптурском Эндрю Райана а может быть Джека Райана по хронологии значит наше самоубийство назовем его так кстати против нас судя по всему применили плазмид под названием соколдовать папочку да или что-то такое гипноз папочки вот более точно как он называется и мы подчинялись приказам этой женщины это был 58-й год два года до того как Джек протагонист первой части попадет в Биошок а после нашего самоубийства прошло 10 лет значит сейчас 1968-й год 8 лет после того как Джек покинул восторг и какое-то количество сестричек забрал с собой всех или не всех я уж не знаю ну собственно хватит болтать давайте действовать реклама витокамеры она вернет вас жизни да вот как бы намек как мы воскресли так что у нас у нас бур при таком ударе для него не требуется топливо а при длительном топливо затрачивается но наверное удар более как бы сильный получается посмотрите уже какие-то кораллы полипи выросли в городе восторг видно конечно что уже очень много времени с момента его запустения разрушения и упадка произошло посмотрите как насколько более четко детализирована графика в этой игре стала фотографии практически все очень хорошо различимы люди выглядят как и должны выглядеть хотя нет в 68-м году вряд ли они так должны выглядеть скорее всего это фотографии где-то из 30-х 40-х ходов хотя некоторые из них и цветные вот невеста пропала у кого-то куча-куча людей попропадала наверняка здесь есть фото разработчиков или их там родственников в качестве эстер-экс но мне об этом ничего доподлинно неизвестно да какие-то интересные полипы и наросты кстати они разрушаются под воздействием нашего удара опа сестричка на ну-ка давайте постучим выходи не хочет кстати посмотрите если вы по углам монитора посмотрите то на нас надет шлем но по сравнению с первой части здесь угол обзора практически не задет при этом эффекте поэтому ну вполне удобно так играть кстати в настройках есть опция выключить изображение шлема но я не стал так мне кажется более атмосферно посмотрите как здорово когда вода падает на шлем такие капельки появляются прикольно прикольно с водой но они в первой части у них как бы с водой все было нормально сделано здесь ничего интересного нет но здесь они превзошли даже самого себя так да разбиваем левой клавишей мыши кораллы ну такое обучение в самом начале игры проходим приседаем опа малышка побежала и собственно что мы делаем и что вообще происходит по рации с нами пыталась связаться доктор Тененбаум но мы знаем кто это такая в начале конечно она себя не очень хорошо вела мы находимся в курортном центре Адониса она собственно и замутила с Адамом и с малышками всю эту катавасию что собственно говоря и привело к погружению восторга в хаос но потом как-то одумалась и действует из моральных соображений пытается спасти малышек да вот надо попытаться наравить с ней на связь реклама сна из санатория Адонис Вау что это за монстр такой в каком-то тоже специально костюме но уж очень подвижен костюм такой что-то наподобие большого папочки только поменьше Лэмп смотрит за нами вот Лэмп это именно такая фамилия вот той дамы которая заставила нас покончить с собой судя по всему это будет наш главный антагонист в этой игре ну по крайней мере если не будет никаких сюжетных поворотов с ног на голову что конечно можно ожидать так ну это судя по всему бассейн да плазмидная терапия осторожно высокое напряжение генератор помещения бассейна внимание рабочие прослушаем дневник правило номер один рыцари швабры и тряпки вы на океанском дне если вам вдруг почудится что по каске барабанят капли дождя считайте что вы уволены правило номер два вы можете прикурить сдохший генератор но сначала выведите посетителей из бассейна богачи пугаются когда рабочие вдруг начинают швыряться молниями сечете ну понятно этот генератор можно прикурить от плазмидомолнии который мы еще не нашли но помятуя начало первой части возможно скоро его найдем завтрашнее обещание сдержит сегодня город восторг как-то так вольный перевод ммм бур довольно таки неплохо раскидывает предмет и физика здесь на высоте все разлетается ну вот разве что с матрасом нельзя взаимодействовать это так все подчиняется законам физики нет я никаких не испытываю затруднений по поводу прохождения отвечая на надпись которая появилась на экране я просто осматриваю все нравится мне это я прекрасно понимаю куда идти в плазмидную терапию чтобы найти плазмид электричество это все понятно что это такое теннисная ракетка и теннисный мячик кстати теннисная ракетка именно такая которая была в тех годах как вы помните сейчас современная теннисная ракетка выглядит совсем по другому площадь натянутой сетки гораздо больше так что этой ракеткой было сложнее играть большой теннис так ну тут совсем просто 1540 надо ввести и смотрите тут совсем для дураков справа на листике нам написан код странно зачем это было делать то есть как это работает наверное когда прицел попадает в на надпись кода это автоматически записывается к нам в дневник и при взламывании отображается чтобы мы не забыли ну с одной стороны это удобно а с другой вроде как оказывали они какой-то здрасте это что это баня ну кто же с долларами ходит в баню скажите мне фитнес надо было но уже поздно так ну с мутантом мы на удивление легко справились но вы помните я думаю что здесь с каждым уровнем сила мутантов все растет и растет реклама плазмида электрошок так Ева ламп смотрит да вот фотография или рисунок этой самой мерзкой женщины выглядит она как плазмиды как такая строгая учительница а на самом деле та еще тварь реклама плазмида эволюция в бутылке лучшие люди восторга 1952 давайте посмотрим может кого-то узнаем а вот это ламп это сушонг это судя по всему фонтейн это это этот актер как же его звали ай вылетела из головы а раньше сад собирателя изучивали девочки рекламу сада собирателей так дозатор Евы это интересно бесплатно ух ты походу что да а еще можно о друзья но я тут надолго залипнул ну же халява друзья я набью максимум опа невозможно нести больше не кс и евы здесь в отличие от первой части максимум количества скуевы баллончиков с евой сколько мы можем носить это 5 а в первой части было 9 это вот та маленькая сестричка которую мы охраняли у нас с ней огромная такая связь с помощью феромонов и прочих генетических штучек поэтому мы за нее вообще умрем и убьем без всяких раздумий процедурная 1 процедурная 2 от элеоноры да элеонора это вот именно так ее звали это она что ли нам оставила подарок пожалуйста скорее папа приди скорее приди найди меня ох она судя по всему страдает у этой лэмп которая судя по всему является ее настоящей как сказать биологической матерью а мы генетически как бы генетически спаянным с ним в одно единое целое большим папочкой но наша я думаю связь даже сильнее чем биологическая будет реклама тоника хоть и с нами сейчас я обязательно приму этот плазмид это скорее всего даже не скорее всего 100% будет электрический плазмид но для начала я тут все смотрю реклама укрепляющего и омолаживающего тоника здесь вот так переведено не слово слово а показан просто общий смысл надписи нам этого хватает реклама плазмида эволюция в бутылке ну что поехали интересно герой также будет страдать как и в первой части понеслась сестричка так долго спал или она раскучала по тебе отыщи ее и тебе станет намного лучше воу это кто такой ни хрена себе это кто ее схватил обалдеть ну что я хочу сказать сестрички намного лучше прорисованы здесь чем в первой части но озвучка в первой части мне пожалуй больше нравится и смотрите как я уже и говорил в первой части во второй нас ждет глобальное улучшение или новшество для кого как но я считаю конечно это улучшение в геймплей то что мы одновременно можем использовать и оружие и плазмиды промазал даже с такого расстояния ой как много потребляет электрошок треть от полоски евы по моему он также потреблял в первой части но потом количество расходуемого расходуемого евы упало и это действительно здорово намного будет удобнее играть и как я уже анонсировал в первой части в этой части я буду плохим плохим большим папочкой буду убивать сестричек но до этого надо для них еще добраться кстати еще одно новшество в принципе второй биошок от первого ну практически ничем не отличается по геймплею по дизайну еще такое небольшое одно отличие я вам скажу нельзя заряжаться евой по своему желанию то есть это происходит автоматически когда ее уровень падает до 0 ну с одной стороны это плохо потому что бывают случаи когда надо подтянуть еву до максимума допустим перед сражением с большим папочкой но с другой стороны хорошо потому что не надо на это заморачиваться опционально так сказать так неплохо бы сохраниться сохранение здесь по прежнему у нас самое что не на есть стандартное мое любимое в любом месте и в любое время витокамеры как и в первой части я отключил благо есть такая возможность оглушили и хедшот мадам оглушили и трепанацию произвели я думаю вам только на пользу ну что вот подсвечено куда надо надо выстрелить давайте это сделаем это будет свет наконец-то сигнал послушай тот кто возвращает жизнь в этот мертвый город меня зовут Тененбаум я знаю кто ты такой и мне очень нужна твоя помощь прошу отыщи меня на станции атлантического экспресса мы тоже знаем кто ты такая Тененбаум как мы видим она не уехала с Джеком и сестричками из восторга и осталась здесь я не знаю для каких целей но долгие 8 лет она прожила среди этих сумасшедших мутантов а это о чем-то договорит почему здесь искрится но эта панелька не открылась наверное поэтому она искрится посмотрите как красиво здесь морское дно нарисовано в отличие до первой части фуэл то есть топливо рыбы да графическая игра очень сильно выросла 3 года собственно прошло со времен выпуска первой части поэтому это и не удивительно и нам сюда так тут что-то электричество все такое поэтому был аккуратный опа большой папочка ну что чинит пробоину молодец все работает ох еще и проверяет вот этот видите современный большой папочка у него такой вызывающий уважение костюм а мы конечно видели в отражении немного похуже он не весь из металла там частично из кожи я так понимаю ткани ну вот тебе подержи говорит доктор София Лэмб помните вы не одиноки думайте обо мне не как о ворде а как о матери семьи восторга реклама парка развлечений Райана ну что мы слышим судя по всему реклама плазмито сожжение о наверное скоро мы до него доберемся что мы видим что мы слышим о привет из первой части гаечный ключ здесь мы его не можем использовать вот это София Лэмб которая так предательски и подло с нами обошлась взяла в руки правления над города восторгом с тех времен когда мы в первой части играя за Джеку убили Эндрю Райана и Фонтейна лидеров не осталось доктор Сушонг был и так мертв поэтому лидеров не осталось и Лэмб взяла правление на себя не знаю как она правит какая у нее идеология и прочие принципы и вообще честно говоря кем она тут правит мне до конца непонятно мутантами может она как Эндрю Райан и использует феромоны чтобы их куда-то привлекать подчинять ладно поживем увидим реклама тоника животного магнетизма ммм чтоб соблазнять дам смотрите какая прелесть возвращение я снова в восторге после стольких лет малышки которых я спасла выросли больше не вспоминают обо мне после того что я когда-то с ними сделала я счастлива быть предан изобвению как вдруг по всему миру начали бесследно исчезать дети и я вернулась с ужасом понимая что знаю истину кто-то вновь создает малышек продолжая мою работу мое грешное дело и я должна остановить их даже если мне придется умереть ага вот она что то есть тенденбаум вместе с джеком была поднята на поверхность но малышки выросли и ей было наверное совестно смотреть им в глаза а тут еще и такие плохие новости и она поняла что к чему я думаю я разгадал что происходит это вот это лэмб крадет маленьких девочек и с помощью них добывает адам вот же скотина свечи кто и свечи ставит живая икона что ли так нам куда сюда красота какая да я думаю в былые времена здесь неплохо было отдохнуть генетика путь к счастью и здоровью реклама гена готовника поумней хе-хе brain boost ускорение мозгов или ускоритель мозгов неограниченные возможности плазмидов неограниченный потенциал это что такое у нас клепальный молоток это оружие и у этого оружия есть прицел давайте попробуем хедшотик засадить хотя он так дергается да да елы-палы кстати здесь оружие можно бить специально для этого выделена кнопка ну любая я наев поставил очень удобно если близко подобрался можно не тратить патроны и не бояться промахнуться так 12 патронов в этом заклепщике в обоим неплохо но здоровье мне покоцали покоцали ну ничего я думаю сейчас немножечко поиграем и привыкнем свыкнемся тут немного другое управление чем первая часть и совсем чуть-чуть оно отличается но хватает пока чтобы пропускать удары станция здоровья бесплатная аптечка хотя о чем я я и в первой части скажем так играл ну не на пятерочку да а вот заклепки это ну в принципе аналога я думаю револьвера в первоклассной стоматологии вас избавят от боли аптечка а здесь вот так вот это выглядит да то есть не аппараты как в первой части а просто они в таких вот шкафчиках спрятаны ну ладно так значит так ну значит зато мутанты не смогут лечиться нам наверх но одну секундочку позвольте я проверю что она здесь кока-кола повышает еву и новый дневник мне чудом удалось остаться в живых спускаясь сюда но я здесь и это реальность восторг вот куда они забрали мою бедную малышку из лодки я видел что почти весь город разрушен но кое-где горят огни но кое-где горят огни какие-то фигуры двигаются я отвлекаюсь наверное это от страха возможно если я найду эту доктора лэмп голос который я слышу из громкоговорителей то найду и Синди тоже смотрите-ка люди из внешнего мира начали появляться в восторге в попытке найти своих детей дела клепальный молоток пироженка с кремом пресная вода лечим здоровье так специально не стал употреблять аптечку если бы вы привезли ее раньше что смешного хэдшот да так пока мы вполне справляемся это доктор смотрите-ка доктор ну написано что мутант стрелок мы же видим что это доктор хоть и мутант курортный центр Адонис ну что ж чисто отдохнем девочка девочка у меня забрали сейчас управление это скрипт а признала нас папу что такое кто что падшая сестра эй 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 пошла вон с моей груди отлично она как раз в воде стояла вот это неплохой замес самого начала игры быстрее перезаряжай ну-ка как тебе такое ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой где она где она где она мразь половину уже сняли ага сняли у уже тварь о бог мой доктор софия лэм помните старшая сестра постоянно следит за вами воруя адом вы воруете у семьи восторга у вашей семьи видал я такую семью знаешь где реклама курортного центра Адонис как видите здесь в почете в восторге древнегреческие боги Адонис А в первой части нам встречались места с названиями греческих богов Гефест Пармитей так ну я предлагаю сохранить игру после такого жесткого махача но конечно это все были скрипты жалко я половину здоровья не снял мне кажется ну у меня правда патроны кончились так если бы не кончились я бы может ее даже смог одолеть первый удар был хороший она как раз в воде стояла я молнией подержах но это было здорово в общем какая-то вот эта вот старшая сестричка возможно это те подросшие сестрички из первого биошока как никак 8 лет прошло то есть если им тогда было 8 то сейчас 16 но вполне может быть и они столько Адама накушались что вот так вот теперь прыгает и выглядит черт знает что но кто-то с ними конечно экспериментировал кто-то этот костюм такой на них напялил может быть это София Лэнд в общем новый враг как у нас теперь может мы теперь не с большими папочками будем сражаться а вот с этими старшими сестричками мне кажется опаснее больших папочек они уж очень проворные реклама плазмина телекинез внимания притормози мэри коктейльная гостиная поколение Диана декормина и религия и религии чтобы жить среди тех для кого сама работа является заработком но когда Диана сказала что носит моего ребенка это привело меня в замешательство до сих пор я никогда не думал о том что останется после меня возможно после нового года что возможно после нового года ты подумаешь об этом смотрите оказывается Эндрю Райан был плодовитым мужиком и он не только Жасмин Жален оплодотворил в результате которого появился Джек протагонист первой части Бешока но и свою первую любовницу Диану какой-то у нее помню шотландское или ирландское имя Мак Ди или что-то типа такого было оказывается у Дианы тоже был отпрыск и у меня есть подозрение что это главный герой второй части вот этот вот наш большой папочка иначе с какой бы кстати его возродила биокамера но это пока так рабочая теория я на ней как бы особо не настаиваю так здесь закрыто ну понятно куда идти пожалуйста дождитесь свободного места ага это ресторан так здесь ничего у нас нет ну тогда ничего не остается как в ресторан сходить я думаю мы дождались уже свободное место есть поэтому идем ах ты тварь смотрите как здесь быстро получается пополнение евы наверное поэтому не стали делать его ручным потому что в принципе особого времени это не затрачивает не затрачивает реклама галстуков от Уилсона Фримена банкетный зал Диметры и еще в этот раз греческая богиня Диметри Диметра мы возродимся в холодном луне Каник и Яна нет друзья вы уже никогда не возродитесь реклама бара русалка подозрительно тихо здесь не хочется туда прыгать потому что мне там нельзя будет использовать молнии разве что быстренько выбраться а ну я на сушу прыгну тогда в принципе ладно тихо 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 эээ ты что там делаешь эгэгэгэгэгэгэгэгэ чего ты там делаешь тихо сейчас про так ну я вроде в водолазном костюме мне ничего не должно от этого быть сумасшедшая вообще эта старшая сестричка что она творит да смотрите В принципе, а каков у нас запас кислорода? Интересно. Так, ну и оружие под водой я не могу использовать, и плазмиды, соответственно. Особенно, как вы понимаете, плазмид электричества. Какие красивые прыжки у нас тут под водой получаются. Ничего себе. Так, ну давайте выбираться отсюда. Ох, здорово прыгать под водой. Может, мы тут что-нибудь найдем, интересно? Послушайте, какая музыка играет. Хорошо, однако восторг принес гибель множеству великих людей. В одиночку ты долго не протянешь. Ты еще можешь прийти на станцию и найти там меня. Ну что, Тадамбаум, в принципе, неплохо себя зарекомендовал в первой части. Она помогла главному герою. Так что... Мне нет причины не доверять. Кое-чего мы тут можем найти даже, смотрите. Поэтому будем внимательно осматриваться. На всякий случай. Это ботисфера затонула, да? Очень жаль. Так, ну давайте перепрыгнем через препятствия. Как красиво под водой все-таки. Опа. Неплохо. Так, а что там такое? А, турелька. Его еще турелька атакует. А, турелька вообще всех подряд атакует, смотрите. А-а-а, это он их выпуливает, турельки. Большая папочка. Да, это он, судя по всему, продвинутая модель. Сестричка такая прикольная, смотрите, как идет. Ничего себе. Сотрясает. Взорвал турель. Но никто не повредился от этого взрыва. Топливо. Мы были там, помните? И видели этот, эту надпись, эта заправка. Но мы не можем заправиться. Так, по-моему, у меня заканчивается кислород, да? Или что-то типа такого. Как-то у меня так шлем подозрительно подергивается. Не показалось. Так, по-моему, здесь можно что-то осмотреть. Так, что это такое? Ева, да? Подняли. Ладно, вроде нет никаких оснований беспокоиться за то, что у нас время здесь ограниченное. Пребывание под водой, поэтому давайте все-таки я еще и с этой стороны осмотрюсь. Ну, вроде бы ничего. Это подводные такие миссии, я так понимаю, созерцательные. Здорово, конечно, это сделано. Чувствуешь себя водолазом, как у кого-нибудь Кусто. Так, ну здесь ничего интересного нет. Какие-то яйца какие-то. Я не понял, что из них произрастает. Акула! Вот лишь бы акула меня не дяпнула. Это бы было опасно. Так, что, прыгать, что ли? Блин, ну, наверное, ничего не остается, как прыгать. Вроде попытаемся аккуратно это сделать. Так, вроде получилось. Воздух откуда-то выходит. Спокойно, спокойно. Добро пожаловать в восторг, наш прекрасный город. Так, и нам вниз, да? А если вот туда запрыгнуть? Не получится. Ладно, не важно. Тихо, тихо, не рычи так. Опа! Большая сестричка тоже может находиться под водой, да? Смотрите. В отличие от нас она плавает. Ого-го! Мы так не можем. Нам тяжесть наша не позволяет нашего гидрокостюма. Так, Атлантический экспресс. Ну что, сюда, да? Наверное, больше искать нам нечего. Давайте попробуем, может, запрыгнуть сюда. Нет, сюда невозможно запрыгнуть. Тут невидимые стены, я вам хочу сказать. Ну ладно, тогда заходим в пара камер. Она написана, что готова. Дрейн, осушить, то есть. О, красивый эффект. Осушение пара камеры. И мы в новой локации. Продукты питания, такие как газировка и пирожные съедаются автоматически. И устанавливает незначительное количество здоровья и Евы. Ну мы, наверное, найдем тоники, которые увеличат это количество. Сохранить игру можно из меню паузы. Да что вы! Никогда бы не подумал. Тык! О, Гер Дельта. Ты здесь, как и сказали малышки. Поднимайся к билетной кассе, и я расскажу тебе все, что мне известно. Гер Дельта? Ну, Гер это уважительное немецкое обращение. А вот Дельта, это, наверное, что, наше имя? Хотя Дельта, опять-таки, буква из греческого алфавита. Альфа, четвертая. Альфа, бета, гамма, Дельта. То есть, я, наверное, если это серийные номера... Ну, кстати, смотрите, костюмы Большого Папочки. Наверное, тоже одни из первых прототипов даже. Если так, это серийные номера, то я, судя по всему, четвертый образец всего Большого Папочки в этом городе, раз Дельта. Так, здесь что-то можно подобрать? Топливо до бура. Прибавка Евы от кофе. Атлантический экспресс, только для персонала. В этот раз ты мне должен три штуки, понял? Три! Три штуки? Ты с ума сошел, у меня таких денег нет. О, черт, не вовремя как закрылось. Большинство из выживших теперь такие. Мутанты, наркоманы, грязные животные. Грязные животные? Это, по-моему, реплика из другой игры. Ну, из второй готики. Она мне так дорога. Не пройдешь. Возьмите инструмент для взлома. Для какого такого взлома? Выдача инструментов. Инструмент взлома. Так, вы подняли инструмент для взлома. Нажмите левую клавишу мыши, чтобы выстрелить из него по автомату и сделать его лояльным к вам. Ага. Так. Чтобы взломать автомат, нажмите Е, чтобы остановить иглу в зеленой зоне индикатора. Остановка игры в белой зоне перейдет к получению серьезного удара током. Ну, результат успешного взлома. Дверь открыта. Вроде было не сложно. Так. А вот тут, наверное, эти дротики выдается. Давайте пополним свою коллекцию. Выдайте мне дротик, будьте любезны. Как это сделать? Или... Или этот автомат не работает. Наверное, тут скриптом было сделано, пока я эту дверь не открою. Тебе... Этот автомат работал, а сейчас не хочет. Если по тебе стукнуть, как хорошо. Нет, это не советский автомат. Советский автомат бы по-любому сейчас выплюнул что-нибудь оттуда. Ладно, тогда пройдемте внутрь. Мы возродимся. Вы также можете выполнять взлом, подходя к автомату и нажимая Alt. Это я вкулюшся. Давайте взломаем. Взломанные роботы охраны будут нападать на ваших врагов. Попадите в синюю призовую зону во время взлома, чтобы повысить их убойную силу. Что я как раз и сделал. То есть, этот автомат с повышенной силой будет атаковать наших врагов. Посмотрим, насколько это вообще оправданно. Так, что за тени тут в ночи? Хотя в этом городе непонятно, день ли, ночь ли здесь все одно. Так, кто здесь что, поджег кого? Так. Сразу взломать аптечку. Опа! Мадам. Хэдшот. Ооо! Сэр, хэдшот. Пока неплохая, знаете ли, комбинация. Слушаю, доктор. Эндрю Райан мертв. Да что ты. Однако тиран живет в каждом из нас. Помните, мы отвергаем ген. Мы отвергаем личность. Мы отвергаем тиран. Так, отвергать это и дураки могут. А что ты принимаешь? Так, взрывон в великой цепи. Говорят, без солнца люди испытывают одиночество и напряженность, что требует консультации психиатров. Они что, соскучились по государственной цензуре? По конфискации имущества государством во время войны? Или по ночным арестам ЧК? Как бы то ни было, Эта Лэмп, похоже, ведущий специалист в своей области. Отлично. Если она сможет прекратить звон самых слабых звеньев великой цепи, пусть ее. Угу. Я так понимаю, София Лэмп была штатным психологом или психиатром при Эндрю Райане. Ух, пожалуй, самая ненавистная мной профессия. Это же такие бездельненькие шарлатаны, эти все психиатры. Да, я ее убью с огромным удовольствием, уж поверьте. Так, снаряжение, но балалайка, ни черта тем нету. Так, робот, ты мне мешаешься. Это что такое? Лодка, да? Или что это? Похоже на... Да, похоже, что подводная лодка. Но она выведена из строя, судя по всему. Так, у нас 92 доллара. Не густо пока, не густо. Так, ну здесь вроде пока никаких у нас... Никакого выбора у нас нет. Можно идти только в одном направлении. О! Это мы куда сели? Управление воротами. Ага, это шлюц, судя по всему, да? Так, что происходит? А где мой робот-помощник? За решеткой остался, да? Я знаю тебя. Символ на твоей руке означает, что ты смертник. Прошло 10 лет, Дельта, с тех пор, как на моих глазах ты приставил к голове дуло пистолета и нажал на курок. Стоит отдать тебе должное. Твоя боль породила рай. Не знаю, как тебе удалось выжить, но теперь твои страдания закончены. Эти люди облегчат твое время. Что ты придумала, мразь? Пожалуйста, пойми, что, как и все мои поступки, это проявление любви. Ах, действительно, настоящий психиатр. Она нашла тебя. А как они стреляют, я не пойму. А, во, они пробили. Воу-воу-воу-воу. Так. У меня какой-то дежавю возникает. Тихо, тихо, тихо. Так, опять мы под водой. Схожий пример с первой частью Биошока, помните? Ну, тогда в роли Софии Лэмп был Эндрю Райан. Ничего нового, как я вам говорил, но выглядит хорошо, и играть в это приятно. Ну, как ничего нового. Но вот еще то, что мы под водой теперь можем находиться, это новое, и здорово, и красиво выглядит. Так, давайте отсюда убираться. Откуда здесь пузырьки идут, непонятно. Балл в маскарад восторга, 1959 год. Вот как раз, когда это все началось. При встрече нового, 1960 года. Я так понимаю, 31 декабря, 1950 года. Всех накрыло капитально. Хотя, конечно, к этому все шло. Теперь ты знаешь нашего общего врага. Софию Лэмп. Камера в твоем шлеме позволяет мне видеть то, что видишь ты. Чтобы помочь тебе сражаться с ней. А, вот что, в конце первой части я еще говорил вам, какие мне вещи не понравились в первом Биошоке. Так вот, что мне еще не нравится в первом и втором Биошоке, это постоянные вот эти разговоры по рации. Когда твои собеседники знают постоянно, что ты делаешь, что ты там подсказываешь. Вот это вот сейчас очень вообще распространено во всех играх, но, пожалуй, в Биошоке это было впервые применено. И тогда это было для меня в диковинку. Вот, не знаю, мне это раздражает. Мне больше как-то приятная тишина. Когда ты сам решаешь, что тебе делать и разговариваешь только, знаете, с глазу на глаз со своими собеседниками. Вот эти вот постоянные рации, разговоры по рациям. Ну, тем более здесь они уж слишком чрезмерные. Оп. Ну, прикольно все-таки сделано, да? Как вода стекает по шлем. Оп. Так. Тут у нас что интересное есть, смотрите-ка. Куда можно как-то попасть? Наверное, с той стороны будет вход. Административно-хозяйственный склад Атлантического Экспресса. Так, витокамера у нас тут. И, как напоминание, что нам неплохо бы сохраниться. Так, что это такое? Молитвенный уголок какой-то. Единство и преображение. Какая-то, наверное, психологическая книжка. Дрянь вообще. Эволюция в бутылке. Реклама диктофона. Осторожно. Камеры системы охраны работают на лэмп. Но при достаточной сообразительности ты сможешь использовать их в своих целях. Да уж постараюсь. О, наш лучший друг за нами. Пришел. Ага, хренушка. Придется оббегать. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Так. Взломанные камеры работают на вас, замечая врагов и отправляя к ним роботов охраны. Попадите в синюю призовую зону во время взлома, чтобы режим тревоги длился дольше. Так, а где второй? А, я его уже убил. Как-то так, случайно даже. Ну что ж, это хорошо. Тут все за нас. Можно было ее дистанционно сломать, но будем экономить эти самые автовзломщики. Хотя какие они авто, все равно нам приходится в мини-игре участвовать. Я думаю, вы заметили, что она как бы так интеллектуально была облегчена со времен первой части. Приходится работать больше спинным мозгом, попадая вот в эти вот синие-зеленые полосочки. Так, это какой-то офис, судя по всему. Что мы тут интересного найдем? Консервированная фасоль. Кто-то точил вместо того, чтобы работать. Какие-то машинисточки тут сидели, да? Рекомбинатная серия. И знак вопроса. Чертежи. И заклепка. Вот как она оказалась, да? В столе у офисного клерка. Большой вопрос. Ну, вроде ничего интересного, да? Не будет тут диктофона никакого. Чертежный стол. Да, пожалуй, ничего интересного. Здесь закрыто. Мутанты целая куча там. Отец, это я, Элеонора. Я чувствую, что ты пришел в себя. Мама больше никогда не сможет обращаться с тобой так, как прежде. Этот плазмит для тебя. Думаю, сейчас ты сможешь им воспользоваться. Пожалуйста, найди меня. Странно. Почему у Элеоноры голубые глаза? Неужели она была вылечена от этой болезни? Ну, вернее, от того... Надеюсь, она не... Надеюсь, это поможет. То есть, вылечена от... Адама. Адам был извлечен из нее, и она осталась жива. Приди, найди меня. Телекинез. Хватайте вещи с силой мысли, бросайте их во врагов, о чем тут думать. Телекинез притягивает предминт к вам, а затем бросает его прочь. Даже вражеские гранаты также помогают использовать предминты в качестве щита. И брать то, до чего иначе не дотянуться. Так, ого, у нас тут ячейк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И из них три открыты. Это хорошо. Я думаю, больше четырех мы не будем использовать. Бросай в противников предметы. Можно даже ловить гранаты и кидать их обратно. Нажмите и удерживайте правой клавишей мыши, чтобы схватить предметы с помощью телекинезатпости. Нажмите его, чтобы бросить. Так, ну понятно. Это мы сейчас откроем эту дверь. Ну давайте тут немного походим. Может что найдем интересное. Дневма почта не работает. Ага, здесь можно подняться. Ей ведом путь. Это ты правильно сказал. Если кто начнет задираться, ба. Воу, 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 воу. Нифига себе. Так, вот это они садят по мне. Нифига себе. Нет, это что-то... Это я что-то неправильно зашел. Не, я лучше это... Оттуда зайду. Тут меня что-то убивает просто вообще. Давайте по одному. Ага, фигушки, да? А, это пневмопочта, да, заработала? Нифига себе. Так, ну мы это все подберем. Все-таки мне придется через верх идти, да? Ничего не поделаешь. Может еще? Ну мне это вроде как и не сильно помогает, да? Ну это для того, чтобы проверить телекинез. Ну я проверил. Хреново он работает. Вау! Как вы забрались сюда? Да, вообще по идее все должно было сработать по-другому. Я их должен был всех взорвать с помощью этих баллончиков. Но они метким выстрелом взорвали у меня баллончик в руках. И пошла цепная реакция. Тут все взорвалось. В общем, с телекинезом у нас не особо получилось. А вот ответ, как они появились. По лестнице поднялись. Ну в принципе, в более такой для нас благосклонной локации мы с ними разобрались. Более удобная у нас была позиция. Так, ну уже долларов у нас 147. А тем временем я не вижу, куда их можно было потратить. Я бы, конечно, подкупил аптечек и все такое. Это у нас слишком все печально с этим не обстоит. Мутант, стрелок. Дрель. Интересно, здесь будут фотоаппараты, как в первой части, чтобы можно повышать уровень нанесения урона врагам. Но, честно говоря, в первой части мне это не нравилось. Слишком уж много всего. А еще фотографировать монстров, ну это с ними так сложно разбираться. А еще и тратить время на их фотографии. Что случилось с людьми? Эти люди сидят на каком-то генетическом чудо-наркотике. На стенах повсюду встречается надпись «Мутанты», как предупреждение. Один из них загнал меня в угол. И, боже, его лицо... У меня был пистолет, но я стал задыхаться. Как вдруг мы оба услышали пение, и он бросился прочь. Похоже, пел ребенок. Маленькая девочка. Синди жива. Я чувствовал это. Да, странный человек. Как он из обычного мира попал сюда? Большой вопрос. И как он тут вообще выжил какое-то время, чтобы писать свои дневники? Давайте еще один дневник прослушаем. Просто мода. Без меня не было бы восторга. Город бы не смог существовать без Атлантического Экспресса. Райан впервые объехал его весь в вагоне моего поезда. Но теперь все помешались на личных макисферах. А мои рельсы соединяют между собой только самые старые районы восторга. Так что город просто позабыл обо мне. Зато на счету в банке у меня полно денег. А эта мода на частный транспорт скоро пройдет. Прэнтис Милл. Первый раз встречаем эту личность. В первой части его не было. Судя по всему, это был разработчик проекта по Атлантическому Экспрессу. То есть метро, которое свяжет в войди на все части города восторга. А это, судя по всему, вагон этого метро. Ну что ж. Дальше мы будем с этим городом знакомиться уже в следующей серии. А сейчас я желаю вам всего самого доброго и всех благ.